Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Дизоноред, дополнение Бригморские ведьмы. А теперь Лиззи, которой мы вернули корабль, что-то нам расскажет про корабль. Вот же сволочь, этот Эдгар. До сих пор за ним дерьмо разгребаю. Он позволил шляпникам повредить Унь-Ину. На мой взгляд, корабль в порядке. Они забрали катушку от двигателя, и мы застряли здесь. Как это? Разве нельзя сделать новую? Таких больше не делают, по крайней мере для двигателя Унь-Дины. Надо вернуть нашу катушку. Шляпников до сих пор возглавляет Старикан, да? Я навещу его. Это не так просто. Есть одна проблема. Как обычно, что на сей раз? Старикану почти сто лет, он устроил так, что в случае его смерти все вокруг будет заполнено ядовитым газом, поэтому они всячески о нем заботятся. Даже нашли ему сиделку. Возможно, тебе удастся вернуть катушку мирным путем. Включи свое обаяние. Один из шляпников сообщил пароль от двери, за это ему оставило несколько пальцев. Пароль «Китовая кость». Но мне так и не удалось пустить его в ход из-за газа и из-за того, что я была в тюрьме. Будь готова выдвинуться, как только я вернусь. Опять развели тут бардак. Ну да, и пока то да сё. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, надо стырить денюжку. Ха-ха, никто не заметил. Не было у нее никакой денюжки. Вообще, пусть радуется, что не в колдриже и живая. Чисто в теории, после вот этого задания, когда нам сообщили пароль, можно смело их всех убивать, абсолютно всех этих мертвых игр, и делать их действительно мертвыми. Так, что я еще упустил? Ах, да, тут есть руна. Две руны и парочка амулетов. Их надо все собрать, конечно. Так, ловушечка. Ну, я не знаю, стоит ли вообще ей трогать ее. Ну, давайте разрядим. Ах, да, разрядишь тут. Ну, то что? Надо прямо под нее встать. Все, разряжено. Красота. Теперь вот эти ребята, да плакальщики. Что-то их давно не было, кстати, обратите внимание. Только-только вот появились. Почему? Хотя высокий хаос, их должно быть тут повсюду полно. Просто включаем замедление времени. Можем, конечно, и всех перебить. С другой стороны, да зачем они нам сдались? Ну, вот и все. Первая руна пошла. Кстати, что там у нас про руны говорят? Умение. Умение. Изги премии второго уровня, отлично. Призыв ассасина нужно 5 рун. Проворство нужно 3, а есть 2, живучесть, регенерация, всякая ерунда. Вот, проворство, чтобы быстрее бегал, кажется, на втором уровне, скорость при движении увеличена. Вот это нужно. Это нужно, и как раз я вижу еще одну руну, которая нам поможет изучить это чудесное свойство. Умение. Даут, это происходит уже второй раз. Я замечаю, что кто-то или кого-то краем глаза, когда поворачиваюсь, ничего нет. Кто-то за нами наблюдает. Это ведьма, дурак. Хотя, что дурак? Он тоже телепортируется, вообще. Наверное, это у нас очередной лучший ученик. Значит, что хорошего? Хорошего, вот там костяной амулет, амулет, амулет. Там же притопленный сундучок, ну, они вместе лежат там. И там же парочку гадких рыб, которых надо расстрелять. И вторая такая же. Вот и хорошо. А плохо, что под водой взгляд бездны вот такой. Ничего толком не видит. Но тут есть... Эй-эй-эй! Тихо, спокойно. Попроще. Течение. Есть костяной амулет, есть слиточек. Сто монет все-таки. Друтики и всякая ерунда. Вот это надо. На этом нет места. Значит, первый амулет мы взяли. Дальше, вот тут внизу есть проход в это здание. Только из-под воды можно в него попасть. Но тут опять две рыбы. Две гадкие рыбы. Наверное, будем их... Будем их... По одной глушить. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз. Эй, ушла! Это нечестно. Какие игривые рыбы! Что они хотят? Они хотят гранатый кусок. Вот что они хотят. Надо же, на одну подействуя, а вторая увернулась. Ненавижу рыб. В общем-то, одна рыба это не такая страшная проблема. Но под водой почему-то... Как-то и биться не очень. Мимо. Ну вот. Не надо было к нам хвостом поворачиваться. Гадкая рыба. Сразу собрать все, что тут на лодке. Чьи-то кошельки, деньги. Отлично. Далее. Вот этот проход подводный. И где-то здесь есть жемчужина. Блин. Вот хочешь, не хочешь, надо включать. Зрение бездны. Вот. Он прям перед нами, оказывается. Взяли. Все. Хватит, хватит. Выключите зрение бездны. Ничего не вижу. Что? Где? Кто? Вот он, вот этот люк. Нельзя вылезть без телепортации. Что? Что? Я не понял. Вот. Смотрим, что тут еще есть. Руна. И только руна. И вот эта вот урночка, которую уже взяли. Окей. Берем руну. А вообще это светилище чужого. Вот это дауд, которого я помню. Корва оставил свой след в Колдридже. Ну и твоя визит туда останется в памяти людей. Приятно видеть. Какой мрачной стала жизнь Дануэлли. Приятно ему. Конечно, имея дело с угрями, можно было проявить чуточку больше дипломатии. Но с точки зрения истории, дымящиеся развалины ничуть не хуже любого другого памятника. Нагородил тут всякого. Уходим отсюда. Уходим, уходим. Где тут? Куда плыть? Да куда плыть-то? Хоп. О, выл... Что ж такое-то? Какой он уклюжий и грациозный. Не может нормально вылезти. Ох, ну вот так уже. Так. Далее. Есть еще один амулет под кораблем спрятан. Тут мы все, да. Тут мы уже все. На самом корабле остался, кажется, один только пузырек. Со здоровьем. Да, вот он. Тут еще две рыбы. Да что вы за такие гадкие рыбы. Рыбы. Раз. Два. А болтов все меньше. Надо будет вернуться взять. Но сначала амулет. Амулет тут где-то вот рядом. Спокойничка. Уже ближе. Ох, что такое? Течение что ли? Да как так-то? Вот уже прямо... Ах, что... В общем, плавание это не конек да уда. Да? Уда. А что такое? Телепортация. Наше все. Так называемый перенос. И то не все. Вот. Ты что? Вот. Фух. Ну, теперь-то все наладится. Еще парочку кусков руды. Смотрим, что пропущено. Вот вверху что-то есть. И там где-то была еще одна... Угрица. Я не знаю, как назвать. Женского рода. Угри. Мужского... Угриха. Короче, вот этого. Тетенька, у которой еще есть... Кошелечек. Который нам нужен. И никто не заметил. Это мастерство. Не то, что там какой-то корва, которого... Все сразу. На воровстве сразу его замечали. Тут просто... Скилл прокачан. Крыски. Что-то тут было? Ага. Баночка какой-то ерунды. Ну, раз уж я потратил... Арбалетных болтов. Надо их тут подобрать. Ну, лежат. Вот. Просто пропадают. Надо взять. Кстати, полезнейшая вещь. Дальше, в следующей локации. В смысле, в следующем... Опязываю. Не, как это сказать-то? В следующей главе, наверное. Наверное, главами. Очень пригодятся. Там будут такие хорошие собачки. Хе-хе-хе. Ну, саму локацию с угрями мы практически все обобрали. И да, я же хотел включить руну. Но увеличение скорости. Как раз ровно три руны. Отлично. Все. Теперь должен бегать просто невероятно быстро. Это быстро? Не знаю. Вроде быстрее, чем было. Так что пускай будет так. Отправляемся в ткацкий квартал. А потом к шляпникам. На их фабрику. Как-то так. Теперь эти придурковатые угри наши союзники. Ну что, лучше хоть какой-то союзник, чем никакого. О, исключение, если он совсем тупой. Так вот шляпники. Совсем тупые. До свидания. Десятка. Что скажешь? Что, ищешь новобрянцев? Превеливай. Да, с такой оружием, да. Да, я помню, тут есть монетки. Вот тут. Вот тут. Казалось бы, мелочь. А приятно. Опять еще. Арбалетные болты. Ну, вылазь уже. Сколько у нас их всего теперь? А мы узнаем, включив 9 штук. А, и там еще можно один выковырять из свернутого свитка ткани. Где-то вот здесь были. Я их пособирал. Вот один как раз и остался. Отлично. Ну, а тем временем мы подходим к старому, знакомому световому столбу. Хе-хе-хе. И ко входу на фабрику шляпников. Какой пароль? Китовая кость. Заходи, шляпник. Надо много разных голосов. Я не могу. Вот. Не получается. А ты ихний дон шляпёни. Шляпники запустили ткацкие станки. Делают сауны до умерших от чумы. Теперь ясно, зачем им понадобилась катушка от двигателя. Человек, который командует шляпниками, хитрее, чем кажется. Он может залить это место ядовитым газом, который разъед наши воздушные фильтры. Возможно, вам лучше договориться с ним. Не умничай, сам разберусь. Ну, как-то так. Что, где, как. Что мы тут видим? А диалог тут смешной, вот этих двух врачков. Кто только что здесь прошёл? Императрица, а с ней Корвуатан. Оба голые. Кончай придуриваться и отвечай на вопрос. Слушай, тебя назначили старшим по 100 ворот, но это не значит, что мы все болваны. Правда? Что ж, а ты такой гений, тебе будет нетрудно выяснить, кто здесь прошёл. Иди и узнай. Хорошо, и хочется тебе поднимать шум по пустяка. Пойдёт и узнает. Или не узнает. Сейчас мы узнаем. Узнает он или не узнает. Он не узнал. Что у него только пистолет был? Ты какой-то неправильный. Шляпник. Ну да ничего. У нас есть ещё один. Да их тут полно, этих шляпников. Что? Ну началось. Вот не было печали. Да всё, нас не заметят. Главное спрятаться под стол. Всё, показалось. Никого не было. Тем временем попытаемся всё тут обокрасить. Ну да, это было немножко не про. Теперь их набежало. Ой-ёй-ёй. Это вообще теперь не про. Ключ какой-нибудь выпал у этого чувака? Нет. Ну что, там охрана уже успокаивается. Вообще не про. Так что ж такое-то. Где ж ты вот? Где ты, где ты? Сейчас узнаешь, где ты. Минус один. А в перспективе ещё парочка минусов. Далеко ушёл. Проблема не наша. Что он так далеко ушёл. Умники. Дальше. Световая стена. Я так понимаю, что все остальные за ней. Да, вон ходит парочка. Значит, мы сделаем старый добрый трюк. Переключим её на то, чтобы она реагировала на них, а не на нас. Ну и можем, конечно, на них покричать. Постучать. Тук-тук, алло. Мы тут, привет, эй. Ты что, не слышишь-то? Цыпа-цыпа-цыпа. Хе-хе-хе. Давай, ты тоже бежишь. Ду-ду-ду-ду-ду. О, это что-то не то. Это куда убежала? Ребятки, я тут. Ого. Валим. Ну где они все? Это все, кто был? Кто там ещё подал голос? Что тебе надо? Ага, тебе надо help? Хм. Есть идейка, как тебе помочь. Поскольку я планирую тут всё травить газом. Такой я добрячок. Спасём хотя бы одну безневинную, вроде как гражданскую. Не знаю, вот, в общем, отпочивай. Мы пошли дальше. Всё-таки надо проникнуть на фабрику. Разобраться со всем, что там происходит. Начнём, раз уже мы тут. Начнём с вот этого амбара. Сторэдж. Хранилище какое-то. Ну, не знаю, амбар, не амбар. Амбар для зерна. Но тут есть руна. Граната. Пропал сквиз. Бедняга. Ещё монетка. О, эмбрион крысы. Это ещё одна из составляющих зелья противоядия, которая нам как раз пригодится. И ещё что-то есть вверху. Но это нет, мы туда не попадём. В общем, амбар рассмотрели. Дальше костяной амулет. Прям вот аж где-то там, прям вот просто так лежит. За стеной. Ну, как всегда. Опять выходи на улицу, проходи всё заново. Вот отсюда мы пришли. Сразу можно было сбегать, взять этот амулет, чтобы уже и не возвращаться за ним. А нет. Вот так обойти. Что ещё? Тут кусок руды, чтобы уже потом сюда и прямо не смотреть. И очевидно, один пузырёк с чем? С ворванью. 30 монет, ёлки-палки. Ах, да, ещё вот тут комнатка, в которую попасть можно, сколько я помню, только отсюда. Даже бомбы не берутся. И болты не берутся. То есть всё у нас классно. А сюда можно зайти только есть ли есть ключ, которого у нас нет. Ладно. Пора заходить уже в эту чудо-фабрику. Так. Как же тут за... А, так тут лестница есть, ёлки-палки. Тут же есть лестница. Хотя можно через окно, там, высоко-высоко. Раз-два. Два шляпника. Ну, начнётся всякое. Набегут шляпников тонны. Минимум два, ещё каких-нибудь два возьмутся неизвестно откуда. Потому что... Потому что тревога просто включилась. Чё-то какой-то тугодум. Чисто в теории-то нам туда надо. Ах, да. Поспешил. Надо обойти с той стороны было. Ну, зато мы возьмём всякое. Рецептик. Монетки. И вот этот бы ключик, но он с той стороны. Тогда можно было бы нормально зайти на штаж. Всё происходит так, как задумано. Нам надо перепрыгнуть вот сюда. Собственно, там стариканы находятся. И с ним надо поговорить. Но чтобы было нормальнее, надо сначала его сиделку, вот там мужика, который ходит, как-то обезвредить. Давайте на пять секунд таймер. Он услышит звук таймера и прибежит сюда. Уже бежит. Ну, поступим по-доброму, просто усыпим. Бежит, бежит. Я слышу его. Возможно. Может было бы послушать, что он там бормочет и узнать что-то интересное. Но пока нет. Булькает. Да. Полежи. В смысле от слова «лежать». Значит, тут есть ключ, карта, куча всяких записок. Всё это можно читать. Монетки. Но это же лаборатория. Не кого-то там. Вот. Это тот самый ключик. Это самая дверь. Которую можно было бы попасть с той стороны, если бы он был. Этот ключик, но его не было. Да, чтобы открылась вот эта доска. А за ней секретное место. Со слиточком. Но главное, что тут есть рецепт противоядия. Бычий тростник, эмбрион крысы и металлическая соль. Подождите, а где она? Я же её где-то... Я же где-то её видел. Металлическая соль. У нас её нету. Ещё что-то. Настройка таймера. В опытах. А я забыл, где металлическая соль. Ну, я помню, что она где-то была. Ну, прежде чем идти к старика, но лучше этот самый эликсир, обезвреживающий газ, надо сделать. Значит, надо вспоминать, где же эта гадкая соль. Внизу что-то лежит. По-моему, это она. Вот эта вот такая бесформенная груда чего-то. Это она и есть. Это соль. Ладно. Металлическая соль, всё как... Что? О, боже, что ты мой. Что вы за люди такие, шляпники? Вот тебе там не спалось. Всё было бы нормально. Нет. Понимаешь ли? Металлическую соль услышал, как берут. История Лизи Страйт. Можно почитать. Там какая-то связь с этим стариком есть. Ой, я что-то пропустил. Да как так? Только ж оттуда. Вот так пропустил. Слушайте, а шляпников-то и не осталось. Остались только простые... Я так понимаю... Рабочие, которые не шляпники. Их заставляют работать. Хм, дилемма. Будем ли мы их убивать? Для хаоса. Или для хаоса мы и так достаточно уже поубивали? Вопрос. Итак, всё, что нужно, мы пособирали. А да, надо создать эликсир. Обратно в лабораторию. Это здесь. Значит, нужен, наверное, пузырёк. И использовать. Смешать ингредиенты, чтобы создать противоядие. Конечно. А вот и противоядие. Интересного зелёного цвета. Ну, я думаю, оно уже нами принято. И мы выдвигаемся навстречу к старичку. Вот он. Кабинет старикана. Ну, а что будет дальше, мы узнаем в следующем эпизоде. Спасибо за внимание. С вами Вилл Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!